здравствуйте дорогие друзья прямой эфир прямой эфир традиционный чай я знаю что многих бомбит от него но вот я вас приветствую приветствую всех кто присоединился к этому прямому эфиру который будет посвящен диагностике и соответственно человек у нас уже выбран сейчас еще две минуточки я буквально зачитаю то что является запрос все не женский день женский запрос женское здоровье вот как так получается я не знаю в выборе я не участвую ну вот сегодня мне сказали вот так вот это еще не сказали там было голосование видимо и выбрали участницу насколько я понимаю зовут она сейчас я вам зачитаю то что у анны и соответственно сразу она помажете пожалуйста что вы здесь дать пожалуйста обратную связь так дорогие друзья дорогие друзья напоминает диагностика сегодня диагностика да вот такие звуки у меня возможно иногда сегодня будут так она посмотреть запрос все я вас вижу значит запрос пока принимать не буду сейчас буквально пару слов скажу о вашем запросе прочитаю как он звучит а потом мы соединились с вами и уже от вас узнаем какого положения вещей доброго времени суток неподтвержденный на узи эндометриоз повышается пролактин немного увеличен нейрогипофиз включениями снижен резерв яиц клеток уже до нижней границы в 30 лет мама в 32 года родить второго не смогла мужа нет у меня часто переезжали с родителями до сих неопределенность профессии таланты глубоко закопаны и сейчас даже не имею понятия что мне нравится чего хотя бы теплится на душе от какой-то деятельности ну теперь внимание кто внимательно слушал обнаружит что запрос как будто бы содержит физический аспект и психический аспект то есть психологический аспект человек который немножко вот так запутался то есть два уровня запроса здесь звучат и связано ли одно с другим может а может быть и нет но как будто бы это два разных немножко запроса пока что на поверхности ну что же анна непосвержденный на узи эндометриоз повышенный пролактин увеличенный нейрокипофиз включениями так анна здравствуйте здравствуйте слышите у меня да я слышу как меня слышно слышу да вроде нормально как будто бы немножко вот вы так у меня расплывчатая не знаю может быть это прайм-тайм может быть это немножко связь ну давайте пока так попробуем начать может быть что-то изменится давайте знакомиться с вами вас зовут анной правильно правильно анна вам 30 лет на сколько я понял 30 лет 30 лет а у меня расплывчатая связь немного скачет пишет люди а расплывчатая кто анна а я у вас как сейчас секундочку давайте получим обратную связь людей нечеткое изображение а у вас анна есть возможность там попробовать с интернетом по экспериментировать например например там на этот на 4g сеть там или на мобильный но я могу попробовать но у нас в крыму только 3g максимум ловит поэтому я тоже не знаю как она будет работать так хорошо могу попробовать вот вы чё читали сейчас во всяком случае вижу окей ну давайте пробовать пока не надо пока оставим как есть пускай изображение плавает ничего страшного лишь бы звук не рвался и не останавливался хорошо вот я предварительно зачитал тот запрос который у вас есть и запрос это вроде как будто бы такой очень женский смотрите на узень дмитриоз повышается пролактин понятно нейрогипофиз с исключением понятно это связано с пролактином судя по всему хорошо снижен резерв яйц и клеток уже до нижней границы в 30 но это тоже интересная история мужа нет часто переезжали с родителями но как будто пока что так так ой 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 потеряли мы немножко анну давайте анна включайтесь еще раз делаем попытку включиться анне может быть на 3g может быть что-то там попробовать с какой-нибудь связи про понятно что сейчас вечер и в общем-то прайм-тайм насколько я понимаю вот она просит снова вдобавок ко всему я нажал подключение ну а что странно в сниженном резерве 30 лет я вижу такое ничего сейчас странно я в том смысле что пока вот если все что вы перечислили все что я читаю оно как-то увязывается с тем что вы пишете я не могу понять откуда сниженный резерв что это такая за история как будто она здесь мне я же среди этих букв увижу еще и часть вашей истории вот я могу сказать что я сдавала анализ просто это по анализу только данные ага ага в общей куче это смотрится мне если все примерно понятно примерно вот даже по сообщению связи то вот это пока непонятная связь хорошо мужа нет тоже вот то что касается моего женского аспекта в жизни ну как-то очень так очень все сложно да если будем использовать это выражение и во второй части вы пишете неопределенность профессии таланты неопределенность профессии таланты глубоко закопаны сейчас даже не имею понятия что мне нравится от чего хотят от чего хотя бы теплиться на душе от какой деятельности формально вроде психологический запрос там как-то я вот пытаюсь найти себя но в действительности это тоже запрос про очень важный значимый женский конфликт идентичности я потеряна я неопределенная у меня моя идентичность не определена вот и это мне тоже очень многое говорит а вот потому что скажем так женская репродуктивная сфера особенно хорошо работает в тот момент когда идентичность тире территория очень четко определена тогда получается сигналы безопасности безопасность говорит о том что у тебя будут ресурсы а почему я использую слово ресурс потому что аденогипофиз ну нейрогипофиз у вас написано нейрогипофиз и пролактин это история о памяти о каких-то ресурсах которые мне нужны пока я фоню неопределенностью моя репродуктивная система ну в общем то будет думать что я в очень сложных ситуациях в очень сложных ситуациях вот что я прочитал в вашем сообщении а хорошо выдал все карты практически сразу ну я тем самым понимаю с кем я имею дело а я так же понимаю что ваш мозг почему то требует сохранить вот эту неопределенность а когда вы пишите что мужчины у меня нет вообще-то мужчина женщине сохраняет создает дает территорию мужчина женщине дает территорию соответственно определяет тем самым ее идентичность ну как минимум женскую я женщину потому что у меня есть территория мне мужчина ее предоставил а у вас нет мужчины и неопределенка и у меня возникает такой вопрос вот я сразу выдал все карты для того чтобы сказать я как специалист бы мне сразу было бы интересно интересно почему ее мозг так хочет оставить ее в подвешенном состоянии где она эту хрень взяла ну вот в таком знаете в зависшем состоянии в неопределенке репродуктивная сфера это что вы пишите как следствие очень похоже и здесь причина вот почему вот эта женщина должна оставаться в этой подвешенности почему мозг говорит я хочу чтобы ты не получала там четкого сигнала оставалась у нее определенка закопала таланты там не оперлась на мужчину и тем самым не создала не дала сигнал телу что все территория пространство есть грубо говоря включаемся про репродуктивную сферу ладно окей все сегодня как то пошел я странно немножко выдал все что надо ну ладно давайте посмотрим сейчас зато будет расскажите пару слов буквально о той ситуации которая у вас есть теперь вы своими словами да но вот пока она пока она не может ну пока у анны интернет немножко страдает в этом плане так она эх уважаемые женщины я пока прокомментирую эх 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 скажу так что все хотят эх любви и счастья как цели мы все хотим одного но самое что интересное у каждого из нас наш мозг давайте так у каждой из вас ваш мозг знает знает какой-то свой особый рецепт я знаю как готовить счастье иногда этот рецепт очень странный как вот я зачитал у анны из ее сообщения иногда этот рецепт жизни очень странный но эх с точки зрения мозга почему то он говорит ну вот так это должно быть пока она не понимает почему в ее жизни должно быть так почему мозг очень так старается вот эту всю хрень воспроизводить так ну что ж давайте еще раз сделаем третью попытку если да ну давайте еще раз сделаем третью попытку если не получится то к сожалению вот не получится и тогда все кто у кого есть какие-то женские давайте сегодня если у нас женский день то вот женский запрос пожалуйста готовьте пока не пишите про него если у нас сейчас с анной не получится с интернетом кто у кого точно хороший интернет там я не знаю наушники чтобы мы второй раз со связью не мучились просто напишите сюда и мы как-то вместе все с вами выберем если дай бог не получится ладно ну попробуем так высказываю своими словами тогда или как сейчас не торопитесь у меня первый вопрос как вы сейчас чего сейчас с вами по состоянию вы какая мне кажется вы так немножко напряжены может быть растерянны может так просто поделитесь пару слов очень немножко так вы как там на том конце провода ну немножко я волновалась перед встречей с психологом ну в принципе у меня всегда такая тема но чуть-чуть такой мандраж а так нормально ходите к психологу? ну я в этом году начала но я попробовала только регрессию и расстановку а именно психотерапию такую долгосрочную я не была не пробовала ну хорошо что уже пробуете ну примерно понимаете о чем это сразу хочу оговорить мы конечно будем говорить с вами о чем-то таком вашем глубоком я буду спрашивать некоторые вещи достаточно личные но вы помните да что вы всегда можете сказать там я не ну там не готова об этом например говорить и мы с вами договоримся как об этом поговорить так чтобы для вас было не так больно и опасно вы если смотрели мои эфиры я стараюсь так чтобы участницам мы понимали о чем речь но не называли эти вещи вот поэтому почувствуйте пожалуйста что я буду стараться заботиться о вас тоже ну вот мне не надо вот какое-то место чтобы там аккуратненько будем хорошо с уважением к вам все кивнули значит все окей это первый вопрос второй вопрос формальный мы потом эти видео просто выкладываем на странице вы даете согласие да хорошо да ну я правда я думаю что это будет и вам но мне полезно и другим и я буду буду стараться быть деликатен да да я даю согласие давайте окей у меня такой вопрос пожалуйста расскажите вот об этой ситуации скажите что из этого вас особенно сейчас тревожит жизнь что из этого особенно является вот самым точкой напряжения там не знаю может быть пролоксин может быть нейрокипофис может быть отсутствие мужчины может быть таланты закопанные вот просто очень разные штуки звучат эндометриоз вот давайте попробуем что-то выяснить с чего зайдем я пока все обобщил а мне интересно что вы из этого так прямо для себя выделяете ну наверное самая большая точка напряжения это неопределенность то что таланты закопаны но когда всплывают боли в животе это становится самым наверное первостепенным ну потому что это женская репродуктивная система это уже как пунктик болит так все вся концентрация там по сути знаете что я сразу заметил сейчас вы сказали женская репродуктивная система а если я скажу вам попрошу вас сказать моя репродуктивная система или даже когда мое тело болит попробуйте вслушаться это может быть поменять для вас что-то прямо сразу потому что это так звучит отстраненно женская репродуктивная система я когда-то фильм смотрю знаете такой научный я серьезно сейчас это шутка и в то же время серьезно когда мое тело болит когда мое тело болит когда моя матка болит когда ой яичники очень сильно болят бывает стреляет конечно я только там концентрируюсь как вы улыбаетесь при этом болит же нафиг но сейчас не болит нет я вообще имею ввиду говорите про боли улыбаетесь это очень интересно все заметьте просто я сейчас обращу внимание да вы странно вы говорите о боли но улыбаетесь что-то там это внутри значит у меня в этом месте опять я выключаюсь сначала я от своего тела отстраняюсь как-то потом я как-то странно говорю о боли там опять закрывается от этого вот поэтому пока просто это в копилочку положим и отложим я думаю что это потом еще раз вылезет неопределенность да вы выбрали расскажите пожалуйста про эту неопределенность что в ней такого вот у вас есть некая неопределенность а вот если поставить 10 человек спросить про неопределенность они ведь про разное расскажут ваша неопределенность она какая что боится Анна в 30 лет у нее неопределенность какая что страшно в этой неопределенности Ну, в смысле, что страшно Но я вообще не определена как бы ни в чем Ни в профессии, ни в том, кем я хочу быть Какой мужчина мне нужен О чем я мечтаю на самом деле Не являются ли это навязанные какие-то вещи Из, не знаю, семьи Или из детства кубиры какие-то То есть у меня сейчас просто какая-то полная переоценка Я не понимаю, где есть именно мое желание По сути Здесь я вот в этих всех привычках Ну и так далее В чем страшно вот в этой неопределенности Ну вот скажу я вам Еще три года в ней проведете В чем страшно Ну, если дальше быть неопределенным Жизнь будет кидать, как захочет меня То есть Отец скажет идти работать туда-то Я пойду работать туда-то Или не будет денег Придется пойти работать, куда возьму Без опыта, например То есть по сути как бы я даже не выбираю А просто иду, куда берут, например И делаю то, что скорее всего мне не нравится А что мне нравится и что я хочу для себя Это уже вопрос Что именно я хочу для себя Не является ли это ленью На какой возраст бы вы сейчас себя эмоционально оценили Прямо в этот момент Скажите, пожалуйста, примерно Вот скажите в любой возраст, который приходит сейчас То, как вы говорите, о чем вы говорите На какой возраст эмоционально это соответствует? Давайте, давайте, давайте Лет пять Пять Ну, хорошо, интересно Потому что я слышу Как будто, вы знаете, так Я много с подростками в свое время работал Ну, или четырнадцать, да Была еще мысль Как будто передо мной сидит подросток такой Ну, я не знаю Как будто у вас сейчас такая Стать, все-то надо выбирать Подростки выбирают, куда они дальше пойдут Сама форма, в которой вы со мной сейчас разговариваете Если другие обратили внимание Эта форма какая-то такая эмоционально-подростковая Я как будто с подростком Которые, знаете, они такие Ну, я не знаю Вот он скажет, я пойду Вот что-то такое Я даже повторить не могу Это мое ощущение То есть Как будто со мной сейчас говорит подросток Ну, то есть Как будто Анна Почему-то еще оттуда не выросла Ну, допустим, она осталась там Вот в этом состоянии Назовем это так Мозг Анны Почему-то до сих пор В отношении к жизни Словно возвращается в подростковое состояние И вместо того, чтобы Ну, там, смотреть на мир 30-летний эмоционально Использует до сих пор состояние 14-летний Странно Ладно, хорошо Тоже отметим пока что Непонятно Почему это происходит Почему он так делает Фигура отца здесь появляется Отец скажет А я не выбираю Смотрите Вообще-то У вас есть Ого-го Какой самец Он скажет Я пойду Он определит Чем я буду заниматься Я пойду Моя территория до сих пор Принадлежит Этому Самцу Дыши Не забывай Дыши Плак, плак, плак Хорошо То есть Как будто бы тот вопрос Про который тебе особенно больно Он определён Просто определён Не так, как ты хочешь Удивительно Что такое нужно сделать Чтобы Давай так Чтобы не отпустить ребёнка Давай представим Что твой папа Я пока ничего про него не знаю Мы просто вот Пойдём Гипотез Давай представим Что твой папа Пока тебя Не отпускает Он говорит В моей системе Я буду Определять твою территорию И Не дам тебе Возможность Вырасти Давай пока Скинем на папу Эту ответственность Пока что Я только уточню Это мой отчим Это важно Или он Третий муж Мамы Третий муж Мамы С 11 лет Скажи пожалуйста Чего мама ищет Когда вот она меняет Третьего мужчину С 11 лет Я сейчас попрошу тебя Ответить Чего она ищет Не мужчину А чего она ищет Ну Я считаю Что она ищет Свою маму И безопасность И поддержку Ну это моё мнение Было Ну я очень много Об этом думала А тему же я Просто изменяли Поэтому она пришла К третьему Не-не-не-не Изменили Это не то Ну понятно Да Это само собой Формальная причина Ну сильного Мужчина Самого сильного Самого сильного А если я Спрошу тебя Вот как Те слёзы Которые сейчас появились Они у тебя Ты очень сильно Отреагировала Скажи пожалуйста А если бы ты Описала Суть вот этой Своей боли В этот момент Как бы это звучало Вот та боль Которой мы Которой мы Прикоснулись Ну типа управления Ну то есть Не знаю Рабовладелец Типа того Ну как бы Ну это моё подсознание Я ощущаю Я ощущаю Я ощущаю Себя Как Должник Должник Раб Слабый Как это Когда в прайде Более Есть Сильный лев И слабый лев Ну то есть Ну омега Ну это мужские понятия Это мужские категории Это не женские Ну да Самец выбирает женщину И даёт ей территорию Ну вот Я просто почему вспомнила Потому что На уровне тела Я это ощущаю Как Ну типа Иногда Как будто Человек мне Ну не враг Но вот чуть-чуть Напряжение То есть Было хорошее А теперь оно переместилось В напряжение Раньше он был для меня друг Сейчас как Кто-то сильно выше Кого надо бояться Что с тобой будет Если мама Однажды придёт И скажет Я всех выгнала Вообще больше не буду Искать мужиков Всё Никто никогда Вот всё Теперь живу одна Всё Никого не будет Всех выгнал Они разъехались Сейчас послушай себя Пожалуйста Не торопись Мама пришла Сказала Я всех мужиков выгнал Что с тобой Прямо сейчас слушай И даже следов Их нету Они где-то Не знаю где Ну наконец-то Она Уделит время себе С тобой что? И будет любить себя Со мной что? Уделит время Со мной что? Ну я просто рада Что Она оделась И я оделась Ладно Давай И не надо Ни под кем Подчиняться Никому Ну вот Вот Ну-ка давай Давай Всё Они все уехали Даже вот Даже если захочешь С ними связаться Нет Тогда С тобой чего? Я тебе говорю Мам Своих мужиков Выгнал С тобой чего? Ну наверное Страх Всё-таки Ну-ка Расскажи мне Про этот страх Чего боишься? Ну как это Мужиков нет И тогда Чего я боюсь? Ну вообще Опора Уходит Ну то есть Какая-никакая Но она уходит Это ты ощущаешь Сейчас? Пусть уйдёт Опора Я предполагаю Да отпусти 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 Эту опору Ушла она Ну и чё? Чё дальше? Ушла опора Чё я там боюсь Когда ушла опора? Не, ну сначала идёт Такое как будто Одиночество А потом Ну типа можно Опереться на себя Встать Подняться Какие мудрые слова С тобой Сейчас Что? В этот момент Когда ты мне их говоришь Ты в них веришь? Я представляю Да Расскажи мне Как ты не веришь Что ты сама себе Опора Ну-ка расскажи мне Расскажи мне Историю о том Почему Она никогда Не будет себя Опорой Я хочу знать Эту сказку Ну потому что Есть всегда Кто-то сильнее И это правда В чём угроза? Сильнее Лучше И это правда Проблема Ты сейчас мне Рассказываешь Как мир устроен Господи Я знаю Дальше Почему Плачешь-то ты От этого Ты это скрываешь Ты мне говоришь Игорь Там деревья зелёные Я говорю Да я знаю Плачешь Ты что Деревья зелёные Слышишь Про что я прошу Да Мир так устроен Да Плачешь От чего Всегда Будет кто-то Сильнее Умнее Длиннее Там волосистый Я не знаю Всегда Платишь От чего Я не знаю Ну Сильный Уходит И всё И ты остаёшься слабо Про какую драму Ты мне сейчас Рассказываешь Говори мне Про какую свою драму Ты мне сейчас Рассказываешь Про что Повторите Про какую драму Ты мне рассказываешь Свою Какой сильный Уходит У мамы Что случилось С мамой Почему ты говоришь Мама ищет маму У мамы Что у мамы Случилось Что у мамы Случилось На самом деле Я увиливаю Я не знаю Что у мамы Случилось Она с ней С ней всё нормально Она её не потеряла Ничего Нет Нет Всё хорошо Хорошо Где папа Сейчас в рейсе Ты говоришь У тебя три отчима У меня возникает вопрос Что произошло Что вот там Сколько тебе было Что разошлась семья Ну там Это раз Второе Какая драма Могла случиться В подростковом возрасте Что ты заморозилась Что до сих пор Мой ответ Этому миру Регресс В некую подростковую историю Ну как будто подростковую Пока что Родители разошлись Когда мне было Четыре года Потом Со вторым мужем Мама разошлась Когда мне было Одиннадцать То есть Это вторая драма Я не знала Что второй отец Мой Неродной То есть Мне в одиннадцать лет Сказали Что это твой Неродной отец То есть У меня было Две драмы Они развелись И мне сказали Правду То есть Это Двойной Такой шок По сути Ты еще раз Потерял отца Да Потом Мне было Очень больно Переживать То что мама Говорила Что отец Типа с тобой Не хочет общаться И я сказала Что пусть Его типа Вообще не будет По сути Я сама его В своей голове Убрала То есть Я не хотела О нем даже думать Это было Лет Восемнадцать А потом Уже После Двадцати трех Я захотела С ним познакомиться Потому что я поняла Что это важно И пофигу Что он там Не хотел со мной Общаться Это мамино мнение Вот Я с ним познакомилась Вот Полгода назад Это изменило Как-то В твоей жизни Что-то Что ты про себя Поняла Узнав папу Ну Похоже на него Чем-то Он такой же Несколько Неопределенный Ну Когда он сказал Типа Если бы там Не мой друг Который предложил Мне работу Я бы сейчас Там Был Ну по сути Нике То есть Не так много Зарабатывал Например То есть У меня похожая Я постоянно Пытаюсь ждать Что мне кто-то Подскажет Что-то Ну и мама Говорила Что я на него Похожа И что Я вот это Вот такая Вот Ну типа Боюсь всего И так далее Такая Неопределенная Такая Растерянная Жду Когда кто-то Сильный Ну решение Может принимать Кто-то Сильный Не Ну я тоже Принимаю Решение Ну просто Кто обеспечивает Тот Тот Как бы Главнее Пролактин И Нейрогипофиз Высокий Пролактин Нейрогипофиз Это про ресурсы У тебя Слышится Уйдет Мужчина Финансовая Небезопасность Потом ты Горишь Фразу Кто Обеспечивает Тот И главнее Да Ну Я бы сказала Что это Просто зависимость От денег И пока что Не веря То что я могу Зарабатывать Сама Обеспечивать Себя Полностью Потому что Есть некоторые Вещи Которые я просто Сама не потяну По сути Хорошо Я только не заработаю Ты в курсе Что ты уже Свой мозг Что ты Своё тело Убедил Твоё тело Тебе помогает Ты убедила Что ты не можешь И Ко мне правда Пришёл человек Ну Ты Который Честно Говорит Я не могу Но очень хочу Я очень хочу То чего не могу Классный конфликт Единственное У меня возникает вопрос Всё Не буду Церемониться Ты откуда Это взяла Ну что Ты не можешь Откуда Вселенная Там я не знаю У неё Расклад На тебя Есть определённый Где-то Тебя Ангелы Спускались Откуда Взяла Ты не можешь Не знаю Вижу Что Совершаю Ошибки У меня Не получается Ну это Опять Про деревья Зелёные Ты мне Говоришь Это я Понимаю Деревья Зелёные Я Совершаю Ошибки Но Это Одного Поля История Всегда В мире Есть Кто-то Кто Дальше Прыгнет Чем Я Правда Я Совершаю Ошибки Правда Деревья Зелёные Правда Это Понятно Почему Ты не Сможешь Вопрос Вот В чем Откуда Ты Это Взяла Не Надо Мне Отвечать Очевидными Вещами Это Очевидно Что Ты Совершаешь Ошибки Логично Почему Не Сможешь Скажи Игорь Ладно Я Тебе Открою Правду Я Очень Верю Этому Ощущению Давай Говори Мне Я Действительно Верю Я Очень Верю В это Ощущение Я Очень Верю Как Эта Религия Называется Эта Религия Смотри Да Это же Вера Я Очень В это Верю Игорь Ты Не Представляешь Как Религия Называется Кстати Первый Завет Неверия По-моему Или Как Там Церковь Завета Неверия Есть Такая Нет Церковь Первого Завета Неверия Сейчас Фундамент Заложим Да Заложим Я Верю Что Я Не Смогу И Прям Я вижу Мегритянки Такие Танцуют Короче Ну Хорошо Веришь Ты В Это Вопрос Так Значит Правильно Я Понял По Порядку Первое Вселенная Тебе Не Сказала Это Да Вселенная Вроде Не Говорила Ангелы Не Спускались Этого Не Был Не Был Хорошо Ок Значит Но Веришь Ты Искренне В это Ощущение Правда Да У меня Поясница Очень болит Перед устройством На работе Так что Я Встать Не Могу Слышу 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 Да Согласен С тобой Ты Прям Вообще Прям У тебя Забрали Это Круто Вопрос Зачем Ты Пользуешься Этой Хренью Давай По-честному Зачем Ты Пользуешься Этой Хренью Этой Прошивкой Цель Какая Цель Человек Который Пользуется Этой Прошивкой Цель Цель Человек Который Ходит Каждые Выходные Мне кажется Ты Истово Верующая Ты Каждый День Ходишь На Богослужение Причащаешься Там Как там Завет Неверия Да В этом Да В этом Да В этом Да Конечно Завет Неверия Да Зачем 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 Туда Ходишь Не Думай Не надо У меня Сейчас Мудрых Ответ Мы С тобой Разговариваем По простому Прям Очень Представь Что я Простой Человек А ты Зачем Туда Ходишь Зачем Туда Ходишь Зачем Ты Играешь В Не Верив Себя Цель Кому Нахрен Надо Твою Не Верить О Да Молодец Молодец Это Хорошая Находка Тогда Давай Так Мы С тобой Два Взрослых Человек И Ты Как Взрослая Мне Взрослому Говоришь Игорь У меня Есть Такая Стратегия Огонь Как Только Я Показываю Родным И Близким Что Я Не Верю В Себя Не Предпринимаю Не Делаю Не Нахожу Это Почему То Работает Смотри Ну Можешь Представить Такой Разговор Что Ты Мне Так Говоришь Прикинь Крутая Вещь Работает Мне 30 Меня До Сих Пор Обеспечивает Во Поиграли Немножко Да Представил Хорошо А теперь Смотри Я Точно Знаю Ань Что Ты Сейчас По сути Мне Говоришь Игорь У меня Внутри Эта Штука Не Знаю Че Делать Я Я Тебя Не Обвиняю В ней Я Знаю Что У тебя Эта Штука Внутри И Она Почему Твой Мозг Очень Старается Чтобы Ты Вот Эту Хрень Прям Ну Прям Крутила По кругу И Прям Что-то Там Про Ресурсы Очень Сильные Потому Что Ну Один Один Гипофиз Ну Не Гипофиз Ты Сказала Я Все Использую Один Гипофиз Он Обычно За Пролоктин Отвечает Один Гипофиз Это Очень Про Ресурсы Это Очень Про Память Какое Отсутствие Ресурсов Это Прям Чего-то Ну И Ты В общем-то Некоторые Вещи Проговорилась Почему Ты Это Пользуешься Ну Я Это Понимаю Это Зона Комфорта Нет Это Безопасно Не Выкинет Нафиг Это Я С тобой Поигрался Чтобы Отрезветь Немножко Смотри Это Поверхностный Уровень На котором Работают Все Как Обычно А Понятно Ты Не Хочешь Выйти Из Зоны Комфорта Все С тобой Понятно Ну Мне Это Говорили Да Да Понятно Что Ты Не Хочешь В Эти Зоны Комфорта Вопрос Не В этом Вопрос Не Это Понятно Господи Это Очевидно Вопрос Нахрена Твой Мозг Так Старается Чтоб Ты Оттуда Не Вылезла В чем Фишка В чем Выжить Ты Мне Говоришь Сегодня Одну Интересную Вещь Внимание Я Полгода Назад Знакомлюсь С папой И Вдруг Узнаю Человек Который Меня Создал Пользуется Этой Же Штукой Всю Жизнь Алло Слышишь Меня Человек Который Создал Меня Мой Творец Пользуется Этой Жестукой А ну-ка Произнеси Ко мне Сейчас Фразу Я Сейчас Скажу А ты Попробуй Ее Мысленно Хотя Покрути Папа Я Не Могу Я Не Смогу Тебя Оставить Ты Меня Можешь Оставить Я Никогда Я Твоя Дочь Я Никогда Тебя Не Оставлю Для Тебя Папа Я Дальше Сохраню Тебя В себе Так Тише Дыши Бороться Оставила От него А теперь Внимание Не Ты Оставил Почему Ты не Можешь От этого Избавиться Интересный Вопрос Да Потому Что Автоматически Мозг Всю Твою Оставшуюся Жизнь Будет Стремиться Любыми Способами Любыми Хоть через Газеты Хоть через Там Хоть через Поклонение Хоть я не знаю Через курение Всегда Будет искать Символ отца Всегда Ему нужно Присутствие Отца Твоя Биологическая Часть Будет всегда Искать Символы Мамы И символы Папы И если Я Остаюсь Приверженный Этой Истории Я тем Самым Восстанавливаю Хоть какую-то Безопасность Потому что Отсутствие Самца Это Безопасность Это Первый Урой Вот тебе Сейчас понятно Про что Я говорю Смотри Ты приходишь Ко мне И говоришь Игорь Меня зовут Анна А я хочу В жизни Определиться И в этот Время В этот момент Твой мозг Такой Вылезает И говорит Вот она У меня Определиться Если она Определиться Знаешь Какая Небезопасность Там Я не могу Отпустить И прячется Право Я такой Сижу Думаю Так С кем Работать С кем Из вас Работать Ты в курсе Что сейчас Вылезал Этот чувак Говорил мне Нельзя Значит А теперь Внимание Твоя мама С папой Что развелись Мам Что говорит Пап Что говорит Что развелись Ну я Не знаю Почему Именно Развелись Мама Сказала Что у него Новая Женщина Появилась Хорошо Что папа Говорит Ну папа Сказал Что он Типа Был молод Не нагулялся И поэтому Так Все Получилось Смотри Это насколько Было Откровение Я не знаю Я прям В лоб Не спрашивала А теперь Внимание Это подростковый Вровень Ну ладно Извини Я немножко Шучу Это обывательский Вровень Восприятия Да А теперь Внимание Вопрос Когда твой отец Шел к другой Женщине Чего он Искал Когда твоя Мама Создавала Ситуацию Где Например Он мог Не удовлетворить Какие-то Свои Потребности Там Близость Тепло Там Я не знаю Дружба Любовь Уважение Принятие Вот И так далее Вот Взрослый Вровень Вопрос Почему Они развелись Понимаешь Да Эту тему Надо еще Очень Вообще-то Прояснить Что-то Не додавали Друг Да И вот Этот вопрос Почему Он важен Потому что Становится Понятно Становится Понятно Что за Программа Вложена В тебя А вдруг Твой папа Изначально Смотри Я не Нагулялся А потом Оказывается Что я Не нагулялся Это Весь Все Крыда Его Жизнь Я Всегда Вне Определенности Сколько Ему Сейчас Около 60 Около 60 И тогда Твой папа Это человек Который Говорит Слушай Я не Умею Создавать Территорию Я Я просто Не умею Делать Твоя Мама Такая Как Классно Ты Замечательный Экземпляр Для того Чтобы тебя Обнобить Ну Например Да У них Не было Квартиры Они Жили У родителей У его Мамы Было Две Квартиры Но Он Ничего Не мог Сделать Она Была Альфа Самцом И Не давала Им Вторую Квартиру Чтобы Там Жить А он Подчинялся И они Жили У родителей Мамы Мне Кажется Что Это Была Причина Развала Начавшегося Скорее Всего Если уж Про территорию Дальше Рассуждать Я просто Сейчас Это Говорю К тому Что Ты Как Ребенок Появилась Давай Так Я Сейчас Сделаю Гипотезу А Ты Послушай Себя И Алло Да Да Слышно Алло Да Я Сейчас Делаю Гипотезу А Ты Слушаешь Себя Первое Твоя Мама Очень Надеялась Я Сейчас Объясню Почему Я Эту Гипотезу Предполагаю Потому Что Все Вот Эти Твои Разговоры Кто Обеспечивает Те Главнее Мужик Уйдет Уйдет И Безопасность Деньги Может Только Мужик И так Дальше Вот Эти Разговоры Я думаю Что Это Мамина История Это Моя Фантазия Я Пока Не Проверял Но Я Предположу Я Предположу Вот И Ну Это Моя Гипотеза Это А ты Слушай Свои Реакции Ты Знаешь Свою Маму Ты Знаешь Свою Маму Да Это Не то Что Я Говорю Так Есть Это Я Я бы Отработал Эту Версию Эмоционально Интуитивно Я Не знаю Да Эмоционально Интуитивно Ты С ней Вросла Ты Понимаешь Мама Очень Надеялась Что Возможно Там Есть Перспектива Ну раз Там Две Квартиры Там Что Ни Такое Может Быть Есть Какая Перспектива Что Что Там Я Смогу Сделать Например Вот Тогда В общем То Остается Только Немножко Продавиться Под Эту Альфа Самку И Все Будет Хорошо Отсюда Вытекает Вопрос А не Как Жили Там Как Бо Мама Писала Жилье Там Как Бо Мама Писала Точку Твоего Появления Потому Что Из Этой Гипотезы Может Вытеть Может Произойти Тот Результат С которым Имеешь Дело Ты Сейчас Твой Мозг Говорит Ни Ко Ни В Коем Случай Сама Не Иди Молчи Не Определяйся Не Высовывайся Грубо Говоря И Терпи И Все Будет Хорошо Очень Для Меня Здесь Очень Непонятным Остается Вот Эта История Я Себя Вот Эта Точка Как Она Его Выбрала Че Она Его Выбрала Что В нем Она Увидела Какой Механизм Сработал Че За Невроз Они Соединили Старше Старше На 9 Лет Обеспеченный В блях Ходил Ну А как Девушки Выбирают Кто Зарабатывать Умеет С тем Надо И Семь Делать Как Только Девушки Не Выбирают Это Фишка Твоей Мамы Слышишь Это Фишка Твоей Мамы Какая-то Почему Она Так Выбирает Почему Твоя Мама Научилась Так Выбирать Есть Фантазии Фантазии Ну Мужчина Который Уже Зарабатывает Который Ну Как Был Уже Взрослый Наверное Я не знаю Может быть Кажется Что Он Может Обеспечить Безопасность Семью То есть Не с Подростком Свою жизнь Строить Как бы Жить И не замечает Что Выбирает Подростка Ну Получается Что Да Что Он Подросток Что Ты Подросток Я Смотри Существует Закон Этот Закон Описан Практически Во всех Книгах Которые Занимаются Исследованиями Которые Занимаются Исследованиями Родовых Связей Наследственности Тогда Ледзакон Звучит Просто Все То Что Является Тайной Повторяется Все То Что Является Тайной Повторяется До Некоторого Времени Твой Отец Являлся Для Тебя Тайной Он Прожил И Живет До С С Точки Зрения Мужской Роли Странную Жизнь Он До Сих Пор Живет В Галлюцинации Как будто Рядом Авторитарная Мама Так Его Дочь Тоже Почему-то Живет Как будто Бы В Галлюцинации Что рядом Есть Кто-то Авторитарный Эти Кто-то Она Назначает Ну вот Сейчас Это То Чем До Этого Кто-то Другой Был До Этого Кто-то Другой Но Проблема Не в Отчимах Проблема В том Что Я Ну вот Я так Я так знаю безопасность Мой мозг так знает безопасность Моя безопасность Это не когда я что-то сделаю Как думает автоматический мозг Моя безопасность Это когда ты вот Сделаешь Неопределенность Когда ты сделаешь Ну вот То Как умеет Папа Я тем самым Ощущаю Присутствие Папы Внутри Это то Что я тебе говорил Биология Всегда стремится Воссоздать Материнскую И Отцовскую Фигуру Внутри Даже если ты его не знаешь Он тебя создал Они тебя запрограммировали Эта точка Пока нам с тобой Непонятно Что там было Ты как-то так Зависит Сдержанно Немножко Да Вот И Поэтому Ладно Давай тогда Вернемся Сейчас Вновь к твоему запросу К вашей религии Папа Исповедовал ее Папа кстати кто Он Он Уважаемый член Этой Религиозной общины Завета Первого неверия Не знаю Ну Папа до сих пор На одной и той же работе Работает Насколько я поняла Еще с молодости Наверное Наверное Да Только сейчас Обзавелся Собственным домом И то через Ипотеку Значит Еще не все так хорошо То есть Удивительно Да Что дочь Неожиданно Встречает Папу В той же церкви Совпадение Не думаю Да Вот Ты знала До того Как Ну вот Не догадалась До того Как встретила Что очень похожа На своего отца Вот именно В этом аспекте Мама говорила Кстати Нет До встречи И тогда Зачем Я тебе задам вопрос Вот ты ко мне приходишь Неопределенностью Да Вот Потерянность Неопределенность И вот мы сейчас Что-то с тобой Такое повыясняли Попробовали понять Вообще Почему Чего это так устроено И тогда Я тебе задам вопрос Ну вот Пускай он будет крайний На сегодняшней На сегодняшнюю встречу Такой вопрос Ань А тебе Зачем Использовать Папин способ И верить Как он А если ты Просто Папус Ну Как Вот Психологи говорят Повтори за мной фразу Папа Теперь Я могу Просто Любить тебя Без необходимости Повторять Всю твою Жизненную Стратегию Я так делала Делала Да Да Ну че И без Психологов И без Психолога А ты уже Осознавала Что вот ты Это делаешь Что вы Встретились в одной Церкви Господи Папа И ты сюда Ходишь Вот это я Не осознавала Что это его Тема И то что Я это не повторяю Я думала Что я мамин Сценарий Повторяю Ну ты И тот И тот И тот Тоже Повторяешь Но мы Сейчас Как бы Тут Как-то Смотри У тебя Просто Фигурирует У тебя Фигурирует Женский Аспект Нехватно У тебя Ты пришла С женской Как ты выразилась Репродуктивной Сферой Соответственно Я пытаюсь Сейчас в первую очередь Прикрутить туда Мужчину Но Надо понимать Что Вот такие истории Как Аденогипофис Пролактин Они В твоем теле Уже сидели Задолг до Еще тогда Когда мама твоя Потеряла Веру в ресурсы Которые способен Дать ей отец Поэтому Эти вещи Очень важно Понимать Соединять вместе Поэтому Я беру Сейчас мужскую фигуру Понятно Что мама Маму ты вообще Защищаешь Как ты сказала Что у мамы с мамой То у мамы с мамой Защищаешь Прятешь маму Хорошо Вернемся к папе Ты ходишь Не в одну церковь Зачем тебе повторять Всю его Стратегию Он Зачем повторял Понятно Его отец Где Что с его отцом Не спрашивала Я не знаю Выясни Выясни для себя Почему твой отец Стал таким Вот интересно же Понятно Что мама Авторитарная Ему говорит Я тебе шансов Не оставлю И этот ребенок Не получил Этого права Хорошо Ладно Вопрос возникает А где батя Ты его был Ну что Твоему отцу Эту право не дали Это просто Интересно выяснить Потому что Я встречаюсь В той же церкви Оказывается Знаешь Сколько таких историй Когда женщина Выбирает ту же профессию Отца Которого не знала Никогда Вот Женщина Выбирает мужскую профессию Чтобы восстановить связь с отцом Я ее спрашиваю Откуда я это знала Не знала Это случайно получилось Да Он нефтяник Я нефтяник Он летает на вышке На вертолете Он разбился на вертолете При полете на вышках Я постоянно летаю на вертолете При полетах на вышке Таких историй В действительности Полно Мозг говорит Просто Восстановиться Таким способом Ты мне это рассказываешь Как про Вот Моя жизнь Неопределенность А я говорю Да Чепуха это все Тебе прям Вот ты возвращаешь Как только ты узнаешь Почему папа стал таким Тебе станет немножко понятней Почему он стал таким Отсюда тебе станет понятней Почему я стал таким Потому что мой мозг Всегда хочет Чтобы я папу Держала тем способом Которым знаю Ну Отсюда возникает Вопрос про фазу программирования То есть Что у них там было Там еще станет Больше понятней И тогда Когда Аня Познакомится С глубинной Аней Ну Главное У автоматического мозга Нету имени Он безличен Он невербален Он просто делает Он просто повторяет Условный рефлекс И как только ты Начнешь замечать Что это Вообще Неправда Про тебя Это некий Условный рефлекс Там станет Немножко посвободнее Для того чтобы Просто взять И попробовать Скажешь Ну хорошо Ладно Нашла я папу Я пап Я честно Тридцать лет Вот Верила во всю твою религию Но какая-то Она такая В общем Выбор есть Пап Я про внутренний разговор Про внутренний диалог Сейчас говорю Понимаешь Да Если говорить Метафорически Вот сейчас Скажи пожалуйста Как сейчас В начале В начале Сегодняшней встречи Ты выбрал Тему Как ты ее назвала Сейчас скажу Что касается Кстати Давай быстренько Пробежимся Эндометриоз Твоя мама Связь Читала про Эндометриоз Да Читаю Плюс Ощущение Что я не там Ну да Суть твоего запроса Я туда Состоянно Ухожу Да Я должна найти Где-то Где мое Себя Себя Да Конечно Себя Вот Как будто бы В действительности Там По пути отобрали Несправедливо И его вообще-то Надо было найти Чтобы цельность восстановить Вот Ты это сделала Молодец Полгода назад Я думаю После этого И пошли твои Какие-то Эксперименты Может быть С психологией С психотерапией Значит Вот это история Про эндометриоз Нейрогипофиз И пролактин Это история Про ресурсы Про которые Ты по кругу Мне повторяешь Ресурсы 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 Они Я их очень хочу Но не верю Что я их смогу Мозг говорит Сейчас я тебе помогу Господи Ресурсы Сейчас Я умею Сделать тебе Снижен резерв Яйцеклеток Уже до нижней границы В 30 лет Мама в 32 Уже родить Второго Не смогла Это вообще Вопрос Почему Резерв Ицеклеток Снижен Это Такая История Тоже Может быть Связана С ресурсами Скорее всего Я бы Соединил бы это С той причиной Почему твоя мама Ей важны ресурсы Почему она Передала это тебе Женщина Очень печется О ресурсах Это женская тема Женщина должна Найти самца Который даст ресурсы Женщина должна Думать о ресурсах Но какая драма Заставляет Постоянно ощущать Что есть угроза ресурсам Вот это Мне непонятно Я бы Поискал Возможно Сниженный резерв В яйцеклеток Это Тоже Связано с опытом Каких-то ресурсов Вот Что рожать Не надо Нет ресурсов Мозг говорит Для того Чтобы Не рожать Но рожать Меньше С меньшей вероятностью Экономить ресурсы Для популяции Мы снижаем Резерв яйцеклеток Существует Такое понятие Как популяционные волны Популяционные волны Когда вдруг Волнами Фертильность У животных Падает Как это сделать Природа это делает Например Снизить Авариальный резерв Или изменить Гормональный фон Она умеет это делать Я бы Я бы вот туда Пошел Вот так бы связал Поисследовал бы Это интересная тема Почему у тебя так Это я гипотезами делюсь Понимаешь Да Это то Чтобы я бы Да То чтобы я исследовал Мужа у меня нет Для тебя Муж Скажем так У твоей мамы было Три мужа Четыре Три 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 Официальных три А папа твой Первый Первый И потом еще два И два отчима И два отчима А всего три Что для тебя Муж Что для тебя Муж Вот на тебе Муж Что для тебя Муж 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 Это безопасность Он обеспечивает Семью И психологически И Ну вот как Про стабильность Да А теперь давай Я сейчас скажу фразу А ты ее внутри Скажи себе Папа Я даже мужчину Не впущу в свою жизнь Чтобы сохранить Ощущение неопределенности Для того чтобы Сохранить связь с тобой Я даже мужчину не пущу Потому что мужчина придет Скажет На те ресурсы Я такая Сяду У меня все хорошо А где связь с папой Нет Связь с папой Должна быть Ощущение Я тогда в церковь приду Мне скажут Ты врешь Ты не веришь Ты нашла себе мужика С ресурсами Все у тебя хорошо А ты приходишь Сюда лицемерка Скажут тебе в церкви Понимаешь Те кто не в курсе Мы про церковь Первого завета не верим Понимаешь Почему в твою жизнь Может не прийти мужчина Потому что Если я живу 30 лет Аня хочет Мужчину И стабильности Аня Автоматически Мозг вылезает Говорит Я не знаю Чего там хотите Я лично безопасность знаю Вот так И залезает обратно Понимаешь Конфликт Папа Я для тебя Не пущу Мужчина Не для тебя А я так люблю тебя Тайна Которая С которой ты долго жила Заставила Мозг очень сильно Ну лояльность Пишет Вот такое есть волшебное слово Лояльность Программа Смотри Как в этих местах Ты сильно реагируешь Ты в этих местах Очень сильно реагируешь Ну ничего Дыши Мне просто сейчас жаль Время не потеряло Ну Надо было Раньше с ним познакомиться Давай Начни еще и время Сейчас жалеть Сейчас твой мозг скажет Я тебе помогу Щитовидку добавить В следующий раз Так и Игорь Я так начала время жалеть У меня еще щитовидка добавилась Мне надо успеть это все Возможно она уже и добавилась Я не знаю Не надо Да Ты можешь очень правильно Начать считать сейчас время Не надо Не считай время Может быть вот этот вот Может быть вся суть твоей жизни Может быть самая главная цель Там твоего прихода В этот мир В это воплощение Там я не знаю В это тело Заключается в том Чтобы остановить Вот эту хрень Не важно когда Просто хотя бы остановить Вот И ты уже в этом направлении движешься Дай Бог тебе Помощи Но не вашего Бога Не вашего А этого другого Вот Давай Если у тебя сейчас какой-то вопрос Который тебе прям очень важно задать Как выйти из этой церкви? Как выйти из этой церкви? Я тебе сказала И все-таки найти свой ресурс Ты сейчас опять задаешь вопрос Давай, ладно Во-первых, тебе Я хочу, чтобы ты объединила В одну линию Почему ты Почему твой мозг это делает Я пробовал Там надо Два-три раза Пересмотреть эфир Потому что пока ты была Может в глубоких чувствах Ты могла что-то упустить Я еще раз говорю Твой мозг Это повторяет И убеждает тебя в этом Потому что Ему очень важно Присутствие папы Которого у тебя украли Его не просто Там, ладно Папы в семье бывают Остаются Но мама его там кроет Как-нибудь Потом ребенок вырастает И говорит Мужская роль Это вот эта У тебя вообще Его забрали Там, заменили Сознанием Ты Это жуткий конфликт На уровне сознания Ты думаешь Это мой папа А биология говорит Мне нужен папа Что я помню? Какие первые файлы Я помню про папу? Так Зачатие у меня есть файлик Потом После зачатия Там у меня есть файлики Что там мама Про папу чувствовала? Почему я должна Эти файлы Всю жизнь Стараться прям Держать? Файлы Записанные мамой Вот там Помнишь я тебе говорю? Проясни это место Пойми почему Как она к нему относилась Главное желание Потребность Почему она сошла с ним? Когда ты все это прояснишь Станет понятнее Почему мой мозг Хочет мне эти файлы Пиндюхать Почему он заставляет меня Вот И Ну Понятно Что община Обидится Если ты перестанешь Ходить в церковь Но ты можешь им Честно сказать Я потеряла веру Что я не смогу Станет исткой Чего? Господи Какие проблемы Я шучу сейчас Но Папу ты нашла И хватит Со своей жизнью Делать папу Ну там вот так вот Если прям Грубо-грубо-грубо Вот Это пока что На данном уровне Вот то Чтобы я просил Тебя сделать Ну хотя Плюс Те осознания Которые ты сегодня словила Дай бог Помогут тебе Немножко сдвинуть Эту ситуацию Твою территорию Может определить мужчина И его можно впустить И я имею Пап Да Вот прям диалог такой Смотри Пап Конечно Я всю жизнь пыталась Сохранить тебя в себе В виде вот этой Неопределенки Ну Короче Все Устала Впущу мужчину Пусть он создаст мне Определенку Пусть он уничтожит Меня стабильностью Пусть он унизит Меня Безопасность Но я его Впущу Пап Если ты от меня Откажешься Из-за того Что я впущу мужчину Я готова Это принять Мне уже Много лет Я сейчас шучу Понимаешь Про что я Это внутренняя Такая Фокус внимания На этом Не обязательно Это там Живой диалог С папой Если захочешь Поговори с ним Об этом Вообще Это некий Фокус внимания Внутри меня Вот так Ладно Все Похохотали Посмеялись Ты как Пару слов Скажи пожалуйста Ну ты покивала Да Нормально Все Мне теперь Понятно Почему я Партнеров Выбирала Которые Ну С которыми Нельзя было Создать Семью Почему И влюблялась В тех Кто уедет Например Тех Кто уедет Ну потому что Папа моряк У кого нет ресурсов Потому что Когда так сделала мама Ну потому что Допустим Чайка учится Ну потому что Папа моряк Да Я всячески буду Возвращать папу Я Я везде буду Искать Неопределенно Вот так Ладно Это часть опыта Которую тебе Придется преодолеть Но ты Потихонечку Это сможешь Все Чуть-чуть Повзрослее стало Годика На два На три По ощущениям К восемнадцати Подождемся Уже не четырнадцать Дай бог Ладно Все Спасибо тебе Вам спасибо Всего доброго Отключайся Ты тогда Ну что Дорогие друзья Спасибо Ане За то что Она Кто-то писал Что скрывает Скрывает Но Нелегко Это очень Сложно Мозг очень жестко Охраняет эти штуки Он сразу Берет дело И говорит Не раскрывай Поэтому конечно Очень непросто Но Аня старалась Ровно столько Насколько могла За это Спасибо тебе Помнишь Вот если вспомнить Анину сессию Она такая Ну я же буду делать ошибки У меня же не получится Раскрыться Так как бы это надо было В сессии Да-да Деревья зеленые Да-да Настолько сможешь Настолько сможешь Все Вот я надеюсь Вот поэтому Все Спасибо вам Что были Хоть настроение Немножко поднялось Да Жаль Что она столько Времени Потеряла Свою жизнь И жила Все это время В раке Это все Аня копила Критическую массу Знаете Все происходит Не случайно И она должна была Встретить отца Именно в этом возрасте Если бы я с ней Работал бы дальше Я бы просто Начертил линию Спросил бы Так В каком возрасте Ты папу встретила Ага Хорошо А в каком возрасте Они развелись Ага Хорошо И там бы оказалась Такая интересная связь Что она не время теряла А она Оказывается Ее мозг говорит Именно в это время Ты можешь встретить папу Это просто Условные рефлексы Так это работает Поэтому Не надо Вот этот конфликт Время потеряла Нет Начертите линию Посмотрите И скажете Все точно Это не про время Это про Это про Работу Циклов Работу циклов Пожалуйста Друзья Вот например В родовых сценариях В вебинаре Родовые сценарии Вот Про эндометриоз Статья у меня есть Редактор субтитров